Это не повлияет негативно на рассмотрение дела по Януковичу. Денис Вороненков и его супруга Фера Максакова дали показания, рассказали о том, как готовилась аннексия Крыма, как это голосовалось в Государственной Думе, какие были нарушения при этом. Поэтому показания все равно будут лежать в основе дела против Януковича. Ему угрожали регулярно, спустили экранов Российской Федерации, как журналисты российские, так и представители российского эстаблишмента. Личность киллера установлена, того, который был ранен на месте преступления. И это в значительной степени продвинет сам факт расследования дела. Уверен, что организаторы и заказчики этого преступления находятся в Российской Федерации. То, что киллер гражданин Украины, это лишь говорит о том, что Российская Федерация имеет огромное количество спецагентов, и лиц, на которых она может влиять или задействовать в убийцах. Могу также сказать, что то покушение, которое было на меня, которое по счастливой случайности не заставилось, его тоже должны были осуществить граждане Украины, подготовленные в лагерях по подготовке террористов и диверсантов Российской Федерации. Я был лично знаком с Вороненковым, последний раз встречался с ним позавчера вечером. Я публиковал тот документ, который он готовил, который должен быть послужить основе его работы дальше в Украине. Он хотел заниматься расследованием крупнейшей коррупции Российской Федерации, высших эшелонах власти. Он знал большинство руководителей Российской Федерации и знал о том, что Россия гнила изнутри. Без сумніву это расправа ФСБ, без сумніву это расправа Путіним. Я абсолютно переконаний, это не только помста Воронкову. Это, прежде всего, Путин показал своей элите, что он будет убивать и не только украинцев на фронте, а он будет убивать своих граждан. Теракты в Франции, теракты в Англии, теракты по всему світу говорят про то, что мир вступил в такие условия гибридной войны. И террористические акты, святком которого мы стали сегодня, это один из инструментов, где террористические режимы, в том числе режим Путіна, используют против своих оппонентов. Продолжение следует...